Торжественную церемонию провел губернатор Алексей Русских. Глава региона поздравил тренеров и спортсменов с наступающим Новым годом и поблагодарил их за работу в 2022 году. Вручил ведомственные и региональные награды. Спасибо за активное участие в развитии регионального спорта, за вклад в дело сохранения и укрепления здоровья своих земляков, за воспитательную работу, прежде всего, среди подостающего поколения. И за то, что своими победами прославляете Ульяновскую область как в Российской Федерации, так и за рубежом. 2022 год был насыщенным на проведение спортивных мероприятий федерального значения. В их числе Всероссийская летняя универсиада и фестиваль студенческого спорта. Не обошлось без побед ульяновских спортсменов на всевозможных спортивных аренах. Это участие паралимпийцев в соревнованиях «Мой месяц спорт», который прошел в Сочи, с триумфов вернувшиеся и легкие атлеты, и борцы у нас, и целые плеяды других видов спорта, которые завоевали высшие ступени пьедестала. И почетно мы представили Ульяновскую область на международных соревнованиях. Это наши и дзюдоисты, и борцы, и традиционно это боксеры, которые совсем недавно вернулись в соревнования чемпионата России и завоевали три золотых медали. Тренер по плаванию Наталья Озерова почти 14 лет шла к награде. Знаку отличник физической культуры и спорта. Все это время она занималась развитием и воспитанием своих подопечных. Секрет ее успеха – терпение в работе со спортсменами. Ребята сейчас растут в сложной обстановке и ведут себя по-разному. Все характеры разные. Нужно с каждым найти общий язык. Ну и молодым тренерам, которые идут, они должны быть влюблены в свой вид спорта и в свою профессию. Александр Краснобаев с 1975 года воспитывает спортсменов-легкоатлетов. За самоотверженный труд тренеру достоин почетного звания, заслуженный работник физической культуры и спорта Ульяновской области. Она называется легкая атлетика. Ее как придумали, но по сравнению с другими видами спорта, она включает все в себя. И от легкой атлетики все другие виды спорта также имеют возможность повышать свое мастерство или физическую подготовку. Потому что если вникнуть в составляющую часть легкой атлетики, ну там все присутствует. И бег, и прыжки, и метания – это все те упражнения, которые можно использовать как подготовительные на других видах спорта. 2022 год был непростым для всех российских спортсменов. Но общими усилиями удалось быстро переформатировать работу. Блестящие победы на всероссийских и международных соревнованиях – это личный успех каждого спортсмена и результаты работы их тренеров.